всем привет дорогие друзья 27 26 января 5 часов утра я еду в аэропорт газе паша и отправляюсь в тамбул и пока мы ждем свой автобус хочу дать вам послушать шум моря шум моря слышен даже на параллельной улице через квартал отсюда просто невероятно невероятный звук невероятно потрясающее ощущение вот так вот шумит моря море и потрясающий вид на крепость олани вот так вот выглядит автобус на котором я приехала это автобус компании хава я ищу в стамбул всего на один день точнее даже меньше чем на один день улетаю в 7 часов утра из алани и вечером в 11 вечера я уже вернусь поэтому в этом видео я вам максимально подробно постараюсь рассказать о том как из аланьи доехать до аэропорта газе паша и как в стамбуле из аэропорта сабиха гекчен доехать своим ходом до центра города вот вы видите за мной автобусы хаваш они прилетают они приезжают из центра лани на регулярные авиалинии я лечу пегасусом и также эти автобусы отвезут вас в центре города когда вы прилетаете в аэропорт газе паша в описании к этому видео я оставлю ссылку на расписание этих автобусов еще расскажу что эти автобусы их расписание поддогна под регулярные рейсы турецких авиалиний и пегасус авиалиний пегасус самолет из газе паши в стамбул летает каждый день утром в 7 часов утра он отправляется и в одиннадцать вечера 10 вечера из стамбула он летит обратно билеты если покупать заранее можно купить билеты даже за 100 лет но в этот раз я покупала билет прям ночью перед отлетом поэтому я купила билет за 200 за 250 лет мы летаем всегда компании пегасус это компания лоукостер даже вода в самолете платная можно выбрать билет без багажа с ручной кладью либо либо с багажом он стоит чуть дороже но нам нравится так авиакомпании мы летаем и по турции на ней и даже за границу поэтому вопросов этот звук пока не было если говорить о том сколько ехать на автобусе вот центра алани до аэропорта ехать 40 минут ну и до стамбула лететь тоже примерно час поэтому счастливого нам пути встретимся уже в стамбуле у меня место 30 д поэтому я захожу в заднюю дверь ну что друзья я уже прилетела в стамбул летели мы всего 50 минут это был недолгий полет но первая жизнь мне хотелось чтобы полет продолжался дольше потому что больше хотелось кстати напишите в комментариях сколько длился ваш самый долгий полет представьте сколько нужно лететь в штаты например в австралию или в японию это очень долго но сейчас 8 утра и я иду на автобус который называется хава бюс и это точно такой же автобус как в газе паши и он довезет меня прям до таксима поэтому сейчас выходим я вам покажу где находится этот автобус кстати из центра алани до газе паши я доехала всего за 20 лет аэропорт назван в честь сабихи гёгчен вот это она вместе с мустафу кемалем а то тюрком она была первой женщиной пилотом и приемной доченью мустафы кемаля а то тюрка вот она на фоне одного из своих самолетов прям на выходе из местных авиалиний если вы повернете прямо на право то будет магазин играть и где можно купить недорогую воду и попить и дальше если вы летите международными линиями идите дальше к экскалатору и поднимайтесь наверх и делайте чек-ин проходите паспортный картон контроль и летите дальше если вы выходите то от выхода налево можно попасть на автобус и такси вот я вижу здесь шаттл отель это не то выход у нас здесь вот выход из аэропорта сабиха гёгчен из этого выхода вы выходите и прямо напротив выхода вы увидите вот эти вот автобусы которые называются хава бюс и на этих автобусах вы можете доехать в на кадыкёй и на такси вот это вот мой автобус я еду в такси на площадь такси самый-самый центр стамбула дорога займёт примерно час и автобус и билет стоит вроде бы 20 лишь ну что друзья я уже доехала до такси мы ехала минут сорок на автобусе и сейчас мне нужно ехать в бакыркёй вот я буду пытаться найти другой автобус который уже довезет меня до бакыркёя не знаю куда иду и куда-то иду сказали идти на ближайшую площадь вот такой вот вид открывается с 10 этажа одного из зданий в районе бакыркёя здесь виден весь район портовые до портовые и за транспортные суда которые стоят в проливе ну что друзья я уже вернулась по каркёй и доехала до остановки автобуса и уже ну что дорогие друзья села я на автобус до аэропорта и должна была улететь 2110 но в Алании очень сильный шторм гроза и ливень и наш самолет перенесли на 5 утра и авиакомпания пегасус предоставила нам отель в который нас сейчас отвезут и завтра самолет в 6 утра и на заберут в 3 утра в общем эту ночь мы проведем в отеле поэтому если вы если ваш самолет отменяет то не забывайте что у вас есть право воспользоваться бесплатным отелем и конечно же вам предоставляют еду и так далее поэтому обязательно обязательно всегда пользуйтесь этим ну а она от центра от таксима до сабихи гёгчен ехать всего час но ехали мы два часа потому что ужасные пробки стоит это 18 лир в общем сейчас доеду до отеля и все более подробно вам расскажу потому что очень и очень устала и везде сели батарейки на телефоне и на камень поэтому чуть-чуть подзаряжусь и запишу новое видео уже более спокойно нам выдали специальные бланки мы подождали минут 15 и специально для нас приехал автобус и дружной группой нас представитель авиакомпании пегасус ведет на наш автобус и нас повезут в отель нас просто в шикарнейший отель сейчас вам покажу находится он в сан джак тэпи и прежде чем показать комнату очень классный концептуальный отель просто обалденный покажу вам как выглядит сам отель сначала давайте пойдем на ресепшен на ресепшене у них очень классная очень красиво подсвечен оникс и когда входишь в отель очень очень красиво кстати в стамбуле очень даже тепло я думала что будет намного холоднее но очень тепло очень такая комфортная погода можно даже сравнить с алани и это меня на самом деле очень удивило давайте теперь пройдем в отель покажу вам как он будет а вот так вот выглядит ресепшен когда заходите в отель здесь вот такое красивое панно из оникса которая подсвечивается просто шикарно посмотрите какая красота здесь дальше зона отдыха можно отдохнуть поиграть и покажу вам как выглядит ресторан отель небольшой но просто шикарный здесь еще есть спа зона вот таким вот образом выглядит ресторан где мы только что кушали здесь есть настольный теннис можно поиграть настольный теннис зал для конференций зал наверно для каких-то торжественных собраний и дальше мы пройдем с вами наверх и я покажу вам как выглядит комната вот в такой вот пятизвездочный шикарный отель нас привезла компания пегасус здесь мы будем находиться до 3 часов ночи и далее нас увезут обратно на самолет здесь моя комната и сейчас покажу вам вставляем вот так вот выглядит моя комната на входе ванна душ туалет чистые полотенца очень нравится дизайн просто потрясающий и вот таким таким вот образом выглядит комната двуспальная кровать односпальная кровать и вот такой вот шкаф но поскольку я здесь одна мне дали вот такой вот большую комнату нас привезли на сервисе в аэропорт сейчас 5 30 утра и мы идем наконец-то на наш самолет и я надеюсь что уже улетим улетим в алам 6 30 утра мы уже садимся в самолет но еще неизвестно полетим вы мы в аланию или анталью надеемся что все-таки в алании но говорят Субтитры добавил DimaTorzok 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 Друзья, я уже доехала до дома практически Смотрю, вроде бы распогаживается Завтра обещают хорошую погоду В общем, вот такая у меня получилась интересная поездка Которая немного затянулась Но я надеюсь, что и вам это тоже было полезно Поэтому в описании к этому видео я оставлю ссылки и расписание Ссылки на место отправления и расписание Автобусов и в Стамбуле, и в Аланье Если у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно пишите Чем смогу-помогу Поэтому не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы, спрашивайте Ну а на сегодня я с вами прощаюсь Желаю вам всего хорошего Приезжайте в Аланье, я думаю, что вам здесь понравится Ну и, конечно же, путешествуйте по Турции, летайте в Стамбул Путешествуйте по другим городам Потому что это тоже очень-очень интересно Я иду домой отдыхать Всем всего хорошего Пока-пока